так приветствую подписчиков также зрители моего канала меня зовут игорь диаморф и сегодня будет такие с этого дня точнее будут уже не стандартные гайды а вообще-то это будут предварительные гайды то есть они будут отличаться от простых гайдов тем что простые гайды они в лайв режиме да то есть я захожу в игру ищу игру пикаю какого-нибудь игрока ну то есть героя и комментирую в этом же случае я просто захожу в запись которую играл каким-то каким-либо героем естественно эта запись не чья-то лично будет моя где я буду показывать наглядно как все-таки играть этим героем как познать его азы и тому подобное то есть это будет предварительный гайд возможно он не будут не будет раскрывать все потенциалы героя но я буду об этом герое рассказывать полностью скажем так естественно сюда будут попадать предварительные гайды тема игры где были хорошо сыграны где были хорошие моменты и мудрые решения то есть сюда не может там попасть какая-нибудь игра где мы продули тема дно и тому подобное как это будет было моих обычных гайдах по сути там 20 процентов моих гайдов это было проигрышные потому что тима вообще было дно в этом случае я тоже подумал что будет тима дно и в лайв-режиме решил не писать но так как игра получилась неплохая я все таки отрыл эту запись загрузил и собственно готов готов ее озвучить как я играл что делал и вообще гайд как вы догадались будет у нас на умника умник является неплохим саппортом и хочу сказать что прежде всего это может быть не только саппорт может быть саппорт танк например саппорт дизейблер то есть и непосредственно дамагер может быть то есть своего рода кэри который наносит неплохой урон в этом гайде я лично ему собрал кристалис но он не сильно не помог так как было уже конец игры мы наших противников просто грамили в пух и прах вот она есть непосредственно саппорт медик это стандартный умник которому покупаются зачастую владимир мека рефрешер для отката ульты потому как ульта долго откатывается ну и принципе такие там и это мы как for staff и можно еще pipe купить ему итак начнем умник это у нас собственно непосредственно саппорт лэйн саппорт дюрэйбу то есть лэйн саппорт почему пишут лэйн саппорт потому что он неплохо справляется как основной саппорт на линии да и вообще я умника считаю основным саппортом в игре дота 2 дальше уже на мой взгляд идет дазл потому что у него многоточечная магия исцеления хп в то время как у умника она одноточечная то есть что это означает то что магию первый скилл первый перфекейшен можно кинуть только на одного союзника либо это будет союзник либо это будет ваш крип вот непосредственно этот скилл наносит также урон врагу который стоит неподалеку от вас это может быть ближник который у вас например бара подбежал подбежал вас и бьет вы у него мало хп и вы юзнули на себя магию посмотрели по его хп и например значит в этом уровне вы можете отнять 360 единиц урона собственно нанести врагу и естественно непосредственно себе восстановить 360 тоже вот то есть там мгновенное исцеление то есть как как такового каста нету да там как персонажи некоторые кастуют там по полчаса нет в принципе умник сразу мгновенно может исцелить того либо другу того либо ему иного героя да будь то крип ваш будь то ваш союзник на вражеских героев прямым действием применить эту магию нельзя только наносится урон если враг стоит при радиусе а также наносится урон также крипам которые будут стоять возле вас как видите я неплохо фармлю съемником то есть им можно так стоп это не я по моему убивал а не я то есть у него неплохая автоатака то есть буковкой S мы можем ловить какое непринужденное крипо при этом не покупая никаких квиленблейдов начальник у нас закупы идет рецепт soul ring почему рецепт потому что может кто-то не купить куру например у нас есть сало в тиме который ну непосредственно обязан покупать куру умник не всегда покупает куру потому что ему и так не достается он и так лейн саппорт ему и так нужен soul ring откуда что деньги брать вот пожалуйста я купил soul ring непосредственно еще и захватил два clarity с собой в начале игры это можно было и не делать можно было обойтись и танго но в принципе не помешает я думаю второй скилл это рейпл которая непосредственно дает нам защиту от магии и любой вражеский герой может кастовать на вас стан и при этом это в общем альтернативная бкб неплохой скилл который я так понимаю что его в принципе особо вкачивать не нужно в принципе скилл билды я вам покажу в игре создает мощный священный щит который защищает указанного юнита от большей части магии то есть также можно применить на крипа но смысла в этом нету вот то есть длительность 6 секунд и на 2 секунды повышается с прокачкой по сути монокаст и откат такой же как и был 14 секунды и 50 монокаста идет то есть я бы даже сказал что это неплохая замена бкб то есть встроенные бкб уже есть у умника и непосредственно ему бкб не надо вообще покупать это как например башер для бары да вы же не купите потому что у бара есть уже пассивный скилл который может собственно за микро станет врага вот дальше мы опять же прокачали тарификашн собственно исцеление откат 10 секунд вот и монокаст на 20 единиц увеличает с каждым уровнем и также увеличает лечение и урон по вражеским героям также героям и крипам дальше деген аура довольно таки неплохой пассивный навык который замедляет врага который будет вас атаковать то есть если враг находится слишком близко это актуально для тех кто имеет ближний бой да то есть если он слишком близко на вас замахивается то он непосредственно будет так говорится плавать этот скилл будет его замедлять ну естественно замедление передвижения и замедление атаки у нас растет с прокачкой радиус 315 ну то есть такой небольшой радиус я бы даже сказал вот есть также у нас неплохая ульта которая дает всем членам команды бессмертия на короткий срок и также идет регенерация здоровья я так понял радиус 600 около 600 то есть ульту мы юзаем непосредственно в замесах когда мы идем в замес когда нас жестко атакуют фокусят мы юзаем ульту и таким образом либо выбегаем либо все таки завершаем бой победы а то есть одной обезду пуш сделал фб на непосредственно инвокере ну это понятно то что он взял хейст и по-быстрому слил инвокера так что еще хочу сказать по поводу омника давайте разберем плюсы да то есть давайте с минусов начнем потому что минусов у этого героя по сути мало то есть как я уже сказал этот герой на мой взгляд основной саппорт доты и естественно как и любой другой саппорт ему нужна манна то есть это в принципе я бы даже не сказал что это минус потому что недостаток маны легко решается покупкой арканами или соло рингом по крайней мере соло ринг в начале игры в начале первых трех минут действительно можно купить при этом в принципе ничего не потеряя и вы будете в принципе всегда юзать сможете на себя юзать первый скил юзать на товарища купив единственный итем соло ринг то есть этот итем непосредственно необходим умнику так что хочу сказать тут меня убили кстати убили что-то я про втыкал честно говоря как это все произошло я был здесь сейчас разберем что я не так сделал в принципе как видите тут фармится у нас мишка и непосредственно тут у нас слетает дестройер а что же не так было давайте сейчас посмотрим так идет замес замес идет пошел пошел а это видимо я жадный был да я пошел под все то есть это тут была ошибка то что я зашел под башню она меня покоцало и когда у омника есть эффект лежит на нем эффект репейл это значит то что вы не сможете даже юзнуть свою собственную магию чтобы исцелиться это была вот эта ошибка это наглядный пример для того чтобы юзать репейл только по назначению да и обдуманно потому что зашли вы под башню она вас покоцало на вас репейл и вас собственно никто не восстановит это точно так же как и в принципе врубить бкб пойти под башню там бежит сзади вас дазву и в принципе как он вас восстановит если у вас защита от магии никак в итоге вы умрете как вот в принципе умер только что я вот то есть и непосредственно минусы то есть очень тактические герои он важен для команды и еще если мы идем если нам тут короче не только от нас зависит да тут зависит от команды да то есть если команда но умник он очень хороший саппорт а если команда одно то в принципе омник никак не затащит даже если вы дамагером будете собирать омника в принципе это никак не повлияет омник не затащит даже если у него будет если он будет в дамагера да авториваться то есть это что у нас там дедлас идет вот может быть идти радик то есть саша вот такое вот то есть это говорит это будет говорить о том что все равно умник не затащим видимо что защита все таки от магии у нас небольшая вообще защита умника общая то есть он легко пробиваемый сравнивать с такими героями как акс по защите это вообще бессмысленно это абсурд но принципе то что он легко пробиваемый он принципе может изнуть на себя первый скилл и возместить принесенный принесенный себе ущерба да то есть это не так страшно и хочу непосредственно сказать о плюсах командный игрок то есть три скалы вот эти три скилла они рассчитаны то есть не только себе до помогать но и непосредственно команде то есть вот эти три скилла не полностью юзать сам на себя то есть там есть некоторые герои у них скиллы на себя не юзать что умника все юзается на себя и у него вот эти скиллы служит не только чтобы уберечь на себя но и уберечь команду непосредственно неплохая ульта которая дает бессмертие это непосредственно плюс что еще хочу сказать есть неуязвимость да вот к магии то есть встроенный бкб то есть что еще хочу сказать то есть при правильном закупе да я хочу сказать что при правильном закупе умник умник он непосредственно стоит неплохо на лане даже если сам хотя самому на лане ну соло идти даже тот же мид но умникам эти мид это абсурд и если даже вы пошли например с анимой на на низ она пошла фармить вес это тоже абсурд потому что ему по сути нафига на саппорту сам стоять одному на лане в то время как может кто-то из кэри прокачаться то есть это тупо по сути нужно идти вдвоем непосредственно защититься вот тут кстати вот что я только что сделал замес и что я сейчас сделал сейчас мы промотаем и разберем этот панк момент успел и скил он не только служит не только служит для лечения ну и для урона как я уже говорил и первый скил как у кстати у многих героев первый скил это скил который стилит на тут баунти сюрикен да и разобрать того же абадона у него есть первый скил который может тоже состилить отняв хп урага то есть да первые скиллы в основном даггеру морды это в основном чтобы стилить вот умника тоже первый скилл своего рода служит чтобы состилить состилить но этот первый скилл он актуален если враг находится поблизости как вот сейчас находится ваид вот непосредственно сейчас хороший момент чтобы состилить и что мы делаем по вашему да мы стилем юзов магию либо на себя либо на моба но естественно лучше юзать магию на того кто непосредственно стоит ближе к ваиду то есть даже разберем тот же купол да если баид поставил купол играл за нас и поставил сюда купол мы бы вокруг купола бегали 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 и когда ваид вот-вот почти добил свою жертву мы бы просто кинули первый скилл на него и все и в итоге просто ваид нас бы зарепортил за то что мы состилили да это действительно так и можно умником легко стилить но это принципе я думаю не так необходимо лучше принципе отдать этот фраг баре который все-таки затащит игру потому что кроме бары у нас в тиме никто не затащит игру ну может мишка постарается но тем не менее я думаю лучше было бы отдать этот фраг баре поэтому тут я все таки поступил неправильно но таким образом я показал что умник все таки может стилить у него первые скиллы есть именно для этого не именно для этого но служит в каком-то в каком-то родина для того чтобы стилить так что еще хочу сказать непосредственно о героя то есть можно фармить даже и первым скиллом то есть идти в лес мобы короче что вы делаете идете в лес лес мобы вас атакуют вы их бьете коцать и коцать и коцать и коцать и и когда у вас там чуть-чуть ну хп отнялась там нормально да вы то есть смотрите вы просто первый скилл набрасывайте на себя если даже не туман и соло инк используйте и таким образом убиваете жертву которая вас атаковала в лесу то есть таким образом можно и неплохо нафармить и так тут на замес на я тут опять же фирму первый скилл накинул репела чтоб умник точнее умник инвокер и не закоставал на меня колд снаб и тому подобное потому как там их было много принципе все на этом замес закончился бара разобрался там с этим здесь строим на внизу принципе сам а мы тут сами вот что еще хочу сказать по поводу героя просто у меня тут блокнот я поглядываю принципе все то то что я хотел вы выделить для себя лично записал по наблюдениям вот пришло я думаю время забрать все таки вот вот только что прикончил двоих блин смотрел блокнот так так разбираем разбор полетов так автоматическое танк особенно тут к бара убьет destroyer а так что тут творится у нас видите хлоп одного завалил 2 бах все бахну то есть еще раз блин что ж такое когда вот замес видите накинула себя репейл таким образом чтоб мокер на нас не коснул так это уже было сейчас мы уходим потом опять возвращаемся раз когда мы тут возвратимся много не привык это регулировки все чувствую себя диджеем вот собственно пушь латает пушь хавает инвокера но сам умирает тут что мы делаем мы ищем общий замер то есть вообще расстояние между виспом и воидом и таким образом делаем так чтоб радиус был 225 и урон нанесся им двоим то есть видите блин тут просто неудобно я бы сейчас показал как это все именно происходит так что они тут поздыхали уже думаю тут и так понятно может кто вот видели да атакует меня висп что я делаю я жду пока воид ко мне подойдет тут я юзаю soul ring висп что-то кастует 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 я к нему подхожу воид подбегает ко мне я юзаю первый скилл непосредственно наносится неплохой урон воиду я его бью у него срабатывается пассивный скилл который действует со временем и таким образом все таки додолбил этого воида вот то есть непосредственно нужно также юзать soul ring он жизненно необходим у меня тоже там по моему мп не было я вот просто вовремя юзал soul ring и сразу захватил две цели первым скиллом нанеся урон неплохой воиду и убив виспа потому что у виспа по сути там как вам сказать нет защиты она не успамая он вообще ватный перс которого на раз можно на раз-два можно убить его вообще мало когда кто пикает так принципе будем проматывать потому что гайд и так задержался в принципе мы кушаем топ и хочу обратить внимание на скилл билд так вот опять сейчас по моему замес нужен будет скилл билда то есть непосредственно я уклонялся на то чтобы качать первый скилл он не только позволяет как бы стилить хотя как я уже говорил что стилить это не главное тем более зачем оно вам надо лучше это юзать да есть такие вообще люди которые они юзает на крипов да ты специально юзает на крипов чтобы состилить и они никогда не юзает на союзников из-за того что может союзники там говорят там ретард рашен водка там там подобное то есть и он ник естественно непосредственно тот человек который играет за умника он будет на зло стилить и тому подобное то есть это действительно плохо и в этом случае конечно ничего не решить не решит но тут я как бы стилю не созвала и как видите был замес где напал на меня висп с воидом непосредственно там была ситуация где я хорошо рассказал что этот скилл все-таки нужно прокачивать вот все-таки нужно прокачивать потому что лечение и непосредственно урон в районе 360 ну не то что в районе а именно 360 то есть это неплохой урон как вы видели висп просто распался у воида вообще там пол башки снесло поэтому я думаю этот скилл все-таки нужно качать а второй скилл и непосредственно мы покачаем качали как мы упирались на первый скилл потом качали репейл повторюсь что это альтернатива бкб непосредственно нужно качать но она нам только дает длительность поэтому в принципе тут возможно ошибка то что можно было принципе на 8 секунд и и прокачать ну то есть прокачать один скилл и дальше качать пассивку которая бы нам давала замедление в районе 4 ну 14 14 процентов бы было это было бы намного как бы можете может так лучше до сказать потому что они в непосредственно было бы было бы неплохое замедление героев но принципе ладно но я бы наверное качал все-таки если сейчас переигрывал умником я бы качал наверно все-таки ауру ну тут дело ваше принципе но вот это первый скилл он обязательно нужно качать нужно ульту я еще не использовал по моему поэтому пока ничего не смогу показать вам так тут ваид уходит от нас хотя принципе может мнение видите он просто убежал мы его никак не смогли убить ну и тут подключился висп я думаю мы ничего не сделаем ну и как видите у меня уже есть кусок я собираю собрал солд ринг собрал арканы после солд ринга кларити мне все-таки одна штука пригодилась и теперь я собираю мекку непосредственно неком нужна умник упали бомбу то есть если эта магия точечная то мне к она сразу устанавливает понемногу всех хп и так тут начинается замес на пуджа на пуджа я кинул репейл так гуля по моему тут уйдет или его догонит бара он догонит бара ну а я в принципе скитаюсь видите хопа первый скилл юзнул и как видели у дестройера неплохо так отнялось хп кстати тут у меня просто не было мп на первый скилл поэтому тут умер также откатывался солд ринг с арканом принципе тут борода на убил без дестройера и на этом тут бой закончен ну как такового тут таких ключевых моментов для умника тут не было прошу не хватало манны по сути не хватало манны до я же говорю опять можно так фармиться когда пушат например вам вам вниз да то есть эти крипы вы просто делаете тп на низ или просто идете на низ и в толпу крипов кидаете вот этот скилл на себя и таким образом все крипы в ближайшем радиусе получают большой урон и вы их просто молотком потом набиваете так дальше хочу сказать все поэтому тороплюсь и немного растерянно все так это говорю но ничего я думаю привыкну потом к этому формату за мной гонятся посредственно кидая первый скилл на себя тут приходит замес приходит наши союзники со товарищей гуля уходит естественно на вражеского героя на первый скилл не кинем если бы это можно было сделать мы бы просто убили сейчас гулю неплохо справился баррес своей задачей так что-то тут я на себя юзну первый скилл из того чтобы юзнуть на куджа но тем не менее мы их просто их убили гуля отправился к лекаре короче на базу восстанавливается поэтому в принципе нам тут ничего не грозит я тут немного подфармливаюсь как видите все таки авто атака ломненько ну нормальная авто атака с помощью кнопочки с можно хорошо фармить но ни в коем случае не покупать квиленблейд он нам не нужен так ну а анимация атаки просто превосходно так ну тут наверное мы убегаем кстати отрезок от того видео когда я убегал умником это был просто эпик фейл еще ставим музыку такую неплохую большинство людей одобрило все одобрили кто-то один там поставил дышать но плохо этот момент из этого видео непосредственно забрали стать еще раз посмотрим но я опять же юзану первый скил вы только что видели загуляли идем тут видите действует аура замедления видите гуля тянется 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 его замедляет не только в атаке но и движение союза я перескал на себя вместо того чтобы подать скил кубжу килл точнее со стилю по сути не буду этого скрывать ну это еще раз подтверждает то что он не является неплохим стиллером так дальше ну и теперь я собираю аганин как вы уже догадались собрал мекку после арканов сначала сол ринг потом мека ой сол ринг потом арканы потом мека потом аганин ну а потом уже на выбор нужно криты в принципе если вы хотите дамагером быть каким-нибудь в принципе но в дамагера по моему аганин даже не входит в дамагера входит кристалис то есть может быть да саша яша кираса во всяком случае так начинается замес тут опять же таки пустил первый скилл идет замес идет и замез мы тут делаем тут я кстати визнул ульту еще раз еще раз как начинается замес таким образом они зашли сюда да мы просто их выманили и панулся сюда а ну тут еще и нежданчик был голя я визнул на себя первый скилл тут же кинул непосредственно репейл по моему разобрал баррель сангиспо первый скилл мы с основу это сберегло кстати пуджи ну и тут они уже короче пищу бега все номинал и тут уже не всем не всем кстати destroyer он напрямую является сказать врагом всех саппортов потому что он своим вот этим астралом просто ворует интеллект и таким образом у нас мало маны становится непосредственно мы частично остановимся никчемны по сути но в начале игры как вы видели когда мы стояли читал destroyer как-то не особо ману воровал потому как не знаю может уже и не качал этот воровство интеллекта если воровал возможно по ней даже на лайне нас выключили так вот я репейл юзну и видите они еще не могут не сделать вообще ничего кстати если бы он валюта кинул купол все таки как вы знаете бкб от купола не спасает возможно меня по убил да видите она уже кончилась но все равно бкб и репейл от купола не спасает я опять же таки везу на ульту и до храни предохранение своего рода потому что они и так принципе слабая но тем не менее ульту нужно кидать какими бы враги не были и нужно кидать когда есть непосредственно замеса ведут 5 на 5 4 на 4 в основном да так скажем потому что в одного кидать в принципе нет смысла вот тут ну и шо в принципе хочу сказать то что тут уже я не стерил мишка сам тут я лишь восстановил себя тут уже разнос идет скоро будет непосредственно та сценка видео где я короче текал от них опять же таки это с помощью репейла кстати вот репейл у умника он превосходит бкб в том что бкб по моему там монокас 75 или 150 а у репейла в то время как 50 всего лишь мамы расходятся ну и действует 12 секунд независимо от того что там юзал он не юзал дтб там юзаешь у него по моему там меньше времени а не наоборот у него по моему больше времени как вам сказать меньше времени действует а вот и по моему больше на откат идет это я про бкб говорю а умника сколько я бы не юзал этот скил все равно длительность будет 12 секунд так вы видите соло ринг на протяжении всей игры я почти юзая то время как арканы может откатываться и тому подобное у нас еще есть и мека поэтому это непосредственно необходимый артефакт нашему умнику тут я просто с одного удара бью виспа бесплатно понятно что я просто так тут я забываю короче первый скилл кинуть я в заморочках мало то что виспа на меня ой не виспа этот destroyer кинул астрал так еще и короче немного позаморочился я умникам при угре очень нужно быть внимательным и следить за своими товарищами непосредственно уберегать их если вы пикнули умника то знаете что вы должны сделать все для того чтобы просаппортить вашу тему вановой куру не купили это ладно так как бы не грех но вы обязаны спасти ваш союзника максимально уберечь их скажем так тут я опять кидаю випл они ничего не мне не сделают и что еще хочу сказать то что видите я собрал аганин и непосредственно кристалис с помощью кристалиса когда вот только что ну не только что минут минуту две назад с помощью него мы убили виспа то есть выпали крипу это непосредственно тоже нужно чтобы постоять за себя скажем так нужно собирать там артефакты например кристалис да но если вы хотите быть дамагером то есть вы можете как бы и танком быть вы можете собирать себе обратку то есть собрать себе обратку и тот же воид который будет наносить вам много урона он просто будет вас обходить стороной потому что вы просто врубите обратку еще не ничего вам не сделает можете кстати и медиком мы до серфрешер володя непосредственно арканы вот мека это принципе медик класс медика он тут принципе разветвление вот этот момент когда я убегал от них четыре рыва они толком ничего не могут сделать что убежал но восстановив барны просто ничего не может делать ну и вот они за мной гонятся я кидаю на себя репейл вообще никто из них не может ничего не сделать сейчас откатываются мне арканы я юзаю их сам страйк от бога кстати тут я думал что мне вообще хана уже будет тут уже появляется висп подбегает у нас сайланса витя ульта не стоя просто по-моему я не на середине был край всего и шульты зацепила меня по моему или там неважно то есть я тупо сбежал еще не смогли мне сделать это говорит о том что скиллы умника от рисковать вот этих умникам они естественно действительно необходимы то есть без них никуда я вот вот я уже повторюсь какой раз курсу я считаю умником основным сапога на втором месте вот для меня уже идет дозу все остальное как бы там на третьем такой универсальный непосредственно как бы может быть и саппортом и дамаги но естественно тиму не затащит и керри страшен не станет потому что изначально у него скиллы саппорта поэтому я себе приобрел демонет что это непосредственно да и на вас вот по сути я думаю я наглядно рассказал то что омникам чтобы играть нужно иметь ну какие никакие навыки понимать ситуацию когда нужно кинуть репейл когда не нужно да потому что на первых минутах было наглядно когда я залез под вышку кинула себя репейл первый скилл восстановления не мог на себя кинуть в то время как мана было вот у меня в итоге забрали вот это так делать не требую не надо поэтому нужно все делать обдуманно а умник очень хороший персонаж советую вот ладно с вами был игорь диаморф это был предварительный гайд подписывайтесь ставьте лайки в ваших комментариев всем удачного дня пока пока пока